В начале августа этого года Меган Маркл запустила благотворительный проект 40 на 40, призванный помочь женщинам, потерявшим работу во время пандемии. По этому случаю, герцогиня Сасекская записала видеоролик с участием актрисы Мелисы Маккарти, которая помогла анонсировать кампанию с долей юмора. Несерьезный подход к общественной проблеме, сердил принца Чарльза. Принц Уэльский увидел в благотворительном видеоролике насмешки над королевской семьей. Дело в том, что в кадре Меган и Мелисса якобы предстали в образе монарших особ и демонстративно пили чай на камеру. Принц Чарльз расценил это как издевку. По данным западных СМИ, за публичное оскорбление он потребует с принца Гарри и Меган внушительную компенсацию. По слухам, размер суммы будет составлять около 12 миллионов долларов, примерно столько же принц Чарльз дал своему сыну и его супруге после Мегзита. Чарльз помог им финансово, и теперь он хочет вернуть деньги. Сейчас же, сообщил источник изданию Globe. Стоит отметить, что никаких доказательств этому пока нет. В последнее время вокруг королевской семьи то и дело разгораются новые скандалы. Подобные конфликты негативно сказываются на репутации института монархии. Неудивительно, что Елизавета II обеспокоена непростыми взаимоотношениями своих наследников. По информации издания Daily Star, королева настоятельно призвала своих внуков, принцев Гарри и Уильяма, а также их отца, принца Чарльза, пойти на перемирие. Елизавета Айай убедила Гарри провести мирные переговоры через Zoom, пока Чарльз находится в Шотландии, и предложила стать посредником. Она хочет, чтобы они всегда поддерживали друг друга. Это потребовало некоторого убеждения, но они согласились на это, потому что они любят и уважают королеву, сообщил источник изданию Клоузер Викли. Отмечается, что к Zoom звонку также могут присоединиться принцу Ильям и Кейт Мидлтон, которые также недавно провели в Балмореле незабываемый уикенд с королевой. Судя по всему, Елизаветы II была прекрасная возможность поговорить с родственниками в неформальной и уютной атмосфере, что помогло убедить их в необходимости позитивных перемен. Елизавета видела все это, хорошее, плохое и уродливое. Но одна вещь, которой она научилась, будучи королевой, это сила позитивного мышления и умение решать проблемы лицом к лицу, добавил инсайдер. Вполне возможно, Елизавете II уже удалось конструктивно пообщаться с принцем Гарри и Меган Маркл, ведь теперь они выразили желание приехать в Великобританию и познакомить ее величество с маленькой внучкой Лилибет Дианой, которая появилась на свет в Калифорнии в июне этого года. Королевский эксперт Джонатан Сакердоти предупреждает, люди видят все, в том числе и разницу между тем, что ты говоришь и тем, насколько ты следуешь собственным заявлениям. Тема поездки принца Гарри на чемпионат по конному полу в Колорадо, пусть и с благотворительной целью, но на частном самолете по-прежнему актуальна. Напомню, экологический взнос за такой полет для добросовестных, но любящих комфорт людей, составляет порядка одного миллиона долларов за одно путешествие. Гарри слетал туда и обратно, и чисто теоретически, либо он, либо тот, кто предоставил ему частный джет, должен заплатить в казну США около двух миллионов долларов, это международное правило. Кстати, Элтон Джон, который в 2019 году предоставил Гарри, Меган и их сыну Арчи свой личный самолет для того, чтобы они прилетели отдыхать из Великобритании на его виллу в Ницце, сообщил, что он лично подобный экологический взнос оплатил. Дороговато обходится дружба с Сасексами. Особенно, если учесть, что сам рейс частного джета – это очень затратное удовольствие. Принц Гарри, принимая участие в благотворительном чемпионате по полу в США, сообщил, что он намерен перечислить полтора миллиона долларов из дохода, который он получит от издания своих мемуаров своему же благотворительному фонду Сентебале, который основал для помощи детям Африки. По мне, та ковчинка выделки не стоила. Мог бы поехать поездом, а все потенциальные затраты на частный самолет уже сейчас перевести на счет этого фонда. Стали известны новые подробности о мемуарах принца Гарри, которые еще не вышли, но уже успели навести шороху в британском королевстве. Эксперты уверяют, что монаршей семье есть чего опасаться, ведь в книге внука Елизаветы II появятся совсем невыгодные для них откровения. Как считает бывший дворецкий принцесса Диана и ее близкий друг Пол Баррил, в своей автобиографии «Герцог Сасикский хорошенько» пройдется и по своей мачехе, герцогине Корнаульской. После сообщения о том, что она вмешалась в отношения его родителей, а затем заняла место Дианы в качестве жены Чарльза, я подозреваю, что Камила Паркер-Боулс безусловно попадает в поле зрения. Поэтому я бы сказал, что Гарри готов раскрыть любые секреты Камилы, заявил Баррил в интервью журналу Клоузер. Бывший королевский дворецкий, который сейчас с большим удовольствием комментирует за кулиси дворца, также добавил, что принц Чарльз будет в ярости. Он принц Гарри уже говорил, что ему понравилось, что в сериале Корона Камила изображена как злая мачеха. Чарльз будет в ярости, если он пойдет в эту сторону, говорит Пол Баррил. По словам Пола Баррила, Пенгвин Рэндом Уэс нужна интрига, новое откровение. Они ведь заплатили Сасикским миллионы долларов не за вдохновляющие речи. Сложно себе представить, какое давление сейчас оказывают на принца Гарри издатели ради получения прибыли. Издательство Пенгвин совершенно точно захочет выиграть свои деньги в этой сделке. Это значит, что им не нужны мутные откровения. Им нужны имена и конкретика, утверждает Баррил. Первый вариант рукописи, в настоящее время без названия, сообщается он почти полностью написан и должен быть представлен в октябре. По сообщениям Рэндом Уэс, доходы от сделки принц Гарри планируют пустить на благотворительность. В прошлом году Меган Маркл приняла участие в благотворительном проекте, в рамках которого озвучила фильм о слонах, снятый кинокастудией Дисней. Свой гонорар в размере трех миллионов долларов герцогиня Сосевская намеревалась пожертвовать американскому фонду по защите африканских животных слоны вне границ. Но, похоже, супруга принца Гарри не сдержала своего обещания оказать поддержку благотворительной организации. Королевский эксперт Анжела Ливайн усомнилась в намерении Меган помочь животным. По данным издания Globe, она провела собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что фонд не получал денежных средств от Маркл. В компании сказали, что деньги были выплачены Сасекским. Но благотворительная организация Elephant, похоже, не получила их, сообщила Ливайн. Она также отметила, что фонд защиты животных не стал опровергать ее заявления, а лишь выразил благодарность Меган за привлечение внимания общественности к проблеме охраны африканских животных. В англоязычной прессе уже давно появилось два метафорических лагеря. Тех, кто поддерживает принца Гарри и Меган Маркл, тех, кто остался на стороне британской королевской семьи. В русскоязычном интернете все намного проще. У нас, за редким исключением, все поддерживают именно второй лагерь. Не будем сейчас вдаваться в подробности, они известны всем, кто хотя бы немного следил за темой. Но в конфликте между сторонами всегда мелькали разные имена, но вот имя жены Чарльза, герцогини Корнуольской, Камилы Паркер-Боулс, встречалось не так часто. Многие говорили о том, что Камила понимает Меган. Другие, что она буквально ненавидит ее. Как там на самом деле неизвестно. Однако в последние несколько недель англоязычная пресса вдруг стало особое внимание уделять именно Камиле, возможно, потому что до этого о ней почти не писали, а новые герои это всегда интересно. Более того, как обычно это бывает, анонимный источник, близкий ко дворцу, сообщил, что Камила старается держаться в стороне от конфликта, но есть одна вещь, которую она не может простить Меган Маркл, а именно то, что Гарри очень сильно отдалился от отца. Действительно охлаждение отношений между Гарри и Чарльзом началось именно с появления Меган. Причем Меган тоже никак не способствовала смягчению отношений, а лишь подливала масло в огонь. Ну а Камила, как истинная англичанка, старается сдерживать свои эмоции, но не может не понимать, насколько такое положение дел ранит и Чарльза, и Гарри. Ведь несмотря на тот факт, что оба отличаются упрямыми характерами, все равно остаются родственниками, и как было бы хорошо сохранять между ними добрые отношения, а не устраивать ссоры из Клоки. Согласны? 31 августа 1997 года трагически оборвалась жизнь принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в Париже. В годовщину смерти королевы сердец о ней вспоминают родственники, друзья, близкие и поклонники по всему миру. Неизбежными оказались и сравнения нынешних членов монаршей семьи с Леди Ди. Так, лучшая подруга Меган Маркл, Нинаки Приди, рассказала, что будущая герцогиня Сасекская рассказывала о своем восхищении покойной принцессы Дианой задолго до того, как встретила принца Гарри. Согласно сообщению Daily Mail, Приди утверждает, что Меган всегда была очарована британской королевской семьей и хотела пойти по тому же пути, что и покойная принцесса Уэльская. Она всегда восхищалась ими. Она до сих пор хочет быть принцессой Дианой 2,0. На ее книжной полке была одна из книг Леди Ди, и даже когда она жила с Тревором Энгельсом, бывшим мужем, Меган заявила, что хочет поехать и остаться в Лондоне хотя бы на месяц. «Я даже не была шокирована или удивлена, услышав о принце Гарри, вспомнила Приди. Я знал, что Меган любила фильм «Дневники принцессы», также известен под названием «Как стать принцессой о простолюдинке», которая становится частью королевской семьи. Ей очень нравилась эта идея, добавила она. Королевский биограф Эндрю Мортон написал в своей книге Меган, принцессы Голливуда, что еще в 1997 году будущая жена принца Гарри бесконтрольно плакала, наблюдая за похоронами принцессы Дианы. По словам друзей семьи, Маркл была очарована Дианой. Ее привлекал не только стиль Леди Ди, но также независимость и гуманитарная миссия. Она считала ее образцом для подражания, отметил Мортон. Стоит отметить, что принц Гарри и Меган Маркл не смогли в этом году прилететь в Лондон, чтобы вместе с королевской семьей почтить память принцессы Дианы. Это обстоятельство сильно обескуражило принца Уильяма, который надеялся увидеть брата в этот важный для них обоих день.